Вы не ответственны за те дары, которых у вас нет, но только за те, которые у вас есть. Ваша задача в том, чтобы использовать дары, которые у вас есть, для добра общины. Или же, возможно, помочь другому человеку, которого также мучает вопрос, какой у меня дар. Многие христианские церкви имеют очень плохой рекорд в этом сфере ободрениях. Они не очень хороши в этом. В церквях очень скудненький лист, именно вот этого, список ободрения других верующих. Часто мы говорим об этом, но не применяем на практике. Бог не только дает нам поручения делать что-то для Него, но также Он хочет дать нам силу для осуществления этих дел. Некоторые из проблем в церквях сегодня возможно возникают из-за наших совместных попыток, усилий управлять церковью и не радикально зависеть от Бога. И очень много я мог бы сказать и об этом. Радикально зависеть от того, что Бог может сделать для нас. Мы идем дальше Никакого ранжирования, никакого приоритета. Никакого ранжирования, так как дары это не доказательство того, что какой-то человек духовнее второго. Потому что дары даны всем верующим. Может быть определенная открытость к определенному дару, но не может быть открытости к дару, но не может быть открытости к даятелю дара. Человек должен доверять Духу Святому, что тот даст тот дар, в котором мы нуждаемся. И как вы помните, что дары даются для пользы каждого, для пользы всех. Он не только для вас предназначен. Не только для того, чтобы произвести впечатление. Но то, что должно принести пользу всей общине. Некоторые дары могут повлечь за собой особую ответственность. Это случай также в служении пророка. И когда мы подойдем к пророчеству, я объясню, в чем разница дара пророчества от служения пророчества. И здесь мы говорим о служении пророчества. И с этим приходит огромная ответственность. И я буду говорить об этом также. Нужно следить, чтобы я сейчас слишком не вдавался в подробности. И часто в чем заключается эта ответственность? Это использовать дар правильно, правильным образом. Что мы используем этот дар под суверенитетом и правлением Бога. Что мы используем этот дар под суверенитетом и правлением Бога. Мы все еще остаемся разными людьми. Это не то единство, которое пытался построить коммунизм. Все равные. Такого никогда не было, но... Но если бы вы поехали в Китай в первые годы, то, видите, все носят одинаковую одежду. Ездят на абсолютно одинаковых велосипедах по одинаковой улице. И это их такая идея о единстве. Что ты не можешь отличаться от других. Но наша церковь славная, славная церковь Бога, где каждый может быть другим. И в то же время быть объединенными. И когда мы подходим к такому моменту, что мы смотрим на отличие не как конкуренцию. Но мы смотрим на наше отличие как на обогащение. Как в День Пятидесятницы языки огня сошли на каждого и почили на каждом. Дар Духа Святого – это дар для церкви, но также это дар для человека индивидуально. И что мы используем по-своему. И поэтому я раньше говорил, что характер очень важен. Потому что если у нас нет хорошего характера, то дары будут превозобладать над нами. Иисус сказал нам, что мы будем знаны по нашим фруктам, а не по нашим дарам. И тот дар, о котором он говорил, это плод любви и Божий характер, а не конкретные проявления Духа. Существует так много даров и так много способов, как их можно применять в церкви. Что никакое знамение, никакой дар не может, как бы... Ни одно дар, ни одно знамение не может дать нам четкого... Ни одно, как бы, ни один дар, ни одно знамение. Ни одно призвание определяет нас. Что определяет нас... Нас определяет даятель даров. И если вы будете смотреть на дар каждого человека... Я имею в виду, что это будет определить, кто или что мы somos. Да? Комплитность. Если вы смотрите на дар каждого человека, его призвание, в таком одном боком ракурсе, то это будет определить. Это не по-библейски, это намного меньше того, что Бог определил. Хорошо? И дары даны всем верующим во Христа. И начинает происходить что-то странное. Священники, пастора, теологи. И лидеры уже не являются единственным источником благодати Бога. Дух дает обычным людям Силу и благодать, чтобы проявлять любовь друг к другу. Или же создать это священное место, отделенное место в этом мире. Что я хочу сказать, то, что приходит от Бога, это святое, посвящено Ему. И когда мы принимаем дары, то мы будем узнавать, что делает Бог. Дары не делают нас супер-человеками. Дары даются людям в таком виде, как они есть. Или, возможно, как Бог развивает их. Дары даются каждому человеку индивидуально. И даются человеку, потому что он является частью тела Христова. И последнее, то, что дары даются верующему, поскольку он является частью избавленного, искупленного творения в Царстве Божьем. Хорошо. Мышление Царства Божьего. Что такое мышление Царства Божьего? Мы не думаем просто о какой-то конкретной поместной общине. Мы не думаем о какой-то конкретной деноминации. или же какой-то стране, где есть верующие. Но мы принимаем в учет все Царство Бога. Это означает, что все верующие со всего мира. И хотя мы все еще нуждаемся в поместной общине, все же не надо позволять себе быть ограниченным. И чтобы мы смогли видеть Царство Божье, как видит он. Чтобы он мог использовать это. И я верю, что такое было в начале. Павел и многие другие ходили по различным странам и церквям и служили там. Поскольку все это часть Царства, одного Царства. И во многом Церковь утеряла эту идею. Я зациклилась на какой-то одной церкви или деноминации. И до степени исключения остальных. И Бог не Бог исключения. Бог, Бог включения. Приобщения. И то, что мы видим в последнее время. Что становится больше открытости для людей, для верующих служить в различных местах и в различных странах. А? Именно в тех дарах, какие Бог дал им. Это часть этого, это в моей жизни. То, что я провожу. Где-то 30 лет я посвятил служению в поместных церквях. И даже в тот период меня просили приезжать в другие места. И основной фокус сохранялся на поместной общине, церкви. И за последние 5 лет в моем служении я вижу огромные перемены. Когда Бог открывает места в различных церквях, в различных странах. Чтобы я мог служить теми дарами, которые Он дал мне. И понимать, что мои дары не лучше, чем у кого-то другого. И что они являются взаимодополняющими к остальному. КОНЕЦ